Девушки отдыхают Первый из них — это Джибриль, алейхиссалям. Это ангел, через которого Аллах Супана Ваталя, и здесь ученые-богословы очень красиво сформулировали, «Хаят-уль-кулюб», через него приходит жизнь-сердец. Почему? Он приносит откровения, посредством которых наши сердца наполняются жизнью. Так Аллах Супана Ваталя передает через него Аль-Уахи. Каждый пророк, получивший откровения, получил его через Джибраила, алейхиссалям. Что же еще делает Архангел Гавриил, мир ему? С чем еще он имеет дело? Каждый народ, отрицавший снизошедшие к ним откровения, также имел дело с Джибрилем, алейхиссалям. Всевышний Аллах Супана Ваталя говорит нам об этом в Коране. Мы уничтожили их, когда они притеснили или приступили законы. Ученые-богословы говорят, Аллах никогда не отправлял Джибриля уничтожить тот или иной народ, только потому, что они были неверующими. Аллах поручал это, когда они становились агрессивными к пророку, который им был послан, и к верующим. И Джибриль воздействовал на них своей силой и мощью. Весь народ Лута, алейхиссалям, и весь их город был уничтожен лишь кончиком одного крыла ангела Джибриля. Они были подняты и уничтожены лишь кончиком одного из его крыльев. Это однозначно говорит о силе Джибриля, алейхиссалям. Ас-Суеты, да помилует его Аллах, говорил, что в этом знак того, что эти ангелы... Вы знаете, если Аллах Супан Уталя приказывал Джибрилю передавать откровения, тот не спорил. Он не дискутировал с Аллахом и тогда, когда Всевышний говорил ему, с этим народом все, они ответили на призыв Аллаха. И когда он говорит Джибрилю, хватит, тот останавливается. Итак, через Джибриля осуществляется хаят-уль-кулюб, жизнь-сердец, духовная жизнь. Кто же второй ангел, о котором мы часто слышим, в том числе рядом с именем Джибриля, алейхиссалям? Микаль или Микаиль, алейхиссалям. Через архангела Михаила распределяется физическая жизнь. Богословы говорят хаят-ун-нас. И в этом смысле мирской удел, ар-риск, вар-рьях, валь-гайв, обеспечение, пропитание, дождь, ветер. Микаиль, алейхиссалям, тот ангел, которого Аллах избрал для того, чтобы управлять физическим миром так, как прикажет Аллах. В сборнике Муслима есть очень известный хадис, в котором говорится о человеке, который услышал голос из облака, сказавший ему, «Иди и полей такой-то сад». Мужчина последовал за этим облаком, которое не проливалось дождем до тех пор, пока они не достигли названного сада, а достигнув Арасила его. Это Микаиль, алейхиссалям. Следующие два ангела имеют дело со смертью. То есть двое из четырех имеют отношение к жизни, другие двое к смерти. Следующий — Исрафиль, алейхиссалям. Архангел Исрафил — это тот, кто заберет человеческие души сразу у большого количества людей. То есть заберет души все сразу. Как? Аллах Субхану Атааля создал этого великого ангела с одной лишь целью — подуть в рог. Пророк, саляллаху алейхиссалям, сказал «Я потерял вкус к мирской жизни после того, как увидел Исрафиля, алейхиссалям, с губами, готовыми подуть в рог, смотрящим на трон Аллаха, неподвижными, как звезды, глазами, ждущими команду». То есть покончить со всем миром в одно дуновение. И пророк, саляллаху алейхиссалям, сказал «Я потерял всякую тягу к этому миру, когда увидел Исрафиля, алейхиссалям». Четвертый ангел забирает души индивидуально. Как его зовут? Ни в Куране, ни в Сунне его имя не упоминается. Аллах и его посланник, саляллаху алейхиссалям, обращались к нему, называя «ангел смерти» — Малик Аль-Маут. Он был назначен забирать ваши души, когда прикажет Аллах. Таким образом, эта четверка ангелов, аль-Мукас Самати Амара, распределяющие приказы Аллаха, являются высочайшей элитой ангелов, а самый главный из них — Архангел Джабраил, мир ему. Архангел Джабраил Королев